Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самарагис. Всем желаю хорошей трудовой недели. Начинается она, конечно, с погоды совсем не весенней, но будем стараться, и будем как-то призывать все силы небес, чтобы наконец-таки наступило хорошее время года, та самая весна. Ну и, конечно же, наверняка многие из вас уже в минувшие выходные, 18 апреля, выходили на субботник. Так вот, по предварительным подсчетам, которые официально озвучены, около 110 тысяч самарцев вышли на вот этот вот общегородской субботник, чтобы сделать Самару чище. Ну а всего в течение месяца почти 400 тысяч человек участвовало в уборке города. Если вы еще не заметили, что наш город стал чище, обязательно прогуляйтесь, как только все подсохнет. Сегодня мы будем говорить обязательно с участниками нашего сегодняшнего эфира. Если будут у вас вопросы, звоните, задавайте. 202-11-22. Этот телефон вам пригодится не только для вопросов, но и для ответов, потому что сегодня мы в первой части эфира будем разыгрывать билеты в кино, в киновертикаль, ну и, конечно же, еще поиграем с вами. У нас есть билеты на Волжский народный хор. Сегодняшнее выступление созвездия солистов филармонии. Пожалуй, с Волжского народного хора лучше начать. Вам сразу вопрос на засыпку. У нас стартовал в субботу замечательный такой вот, мне кажется, очень интересный момент – открытие сезона фонтанов. Как вы думаете, сколько же фонтанов у нас в Самаре будет работать в этом году? Звоните, если знаете, 202-11-22. Ну, я с большим удовольствием вам буду представлять наших сегодняшних гостей. Здесь у нас сегодня представители школы номер 80 города Самара. И давайте знакомиться. Заместитель директора по воспитательной работе Юлиана Евгеньевна Ревудская. Здравствуйте. Также с нами здесь организатор детского волонтерского движения Виктория Борисовна Лейкант. Здравствуйте. И учащиеся ребята, ученица 10 класса Кристина Гребенщикова. Здравствуйте. И Вячеслав Вербовой, ученик 11 класса. Здравствуйте. Ну что, Юлия Евгеньевна, хорошая погода была в субботу. Многие убирались. Ваша школа выходила на субботник? Конечно, наша школа выходила на субботник. А не только на нашей территории, но и на прилегающейся участке. Во дворы ветеранов, которые за нами закреплено, их более 20. Наши дети тоже старались там убирать и помогать местным жителям, чтобы тоже у них были чисто. Наверняка не только один день убирались. Нет, не только один день, конечно. Мы уже в течение месяца практически каждый день выходим убирать территорию. Около школы? И около школы, и рядом, и соседние дворы, как я уже говорила. То есть объем у нас большой. Вплоть до того, что в сквере Кузнецова мы ходим мыть памятника, традиционно для нас. То есть наши волонтерские отряды, они ходят, моют эти доски, памятник, чтобы привезти, помочь городским тоже служим, чтобы у них там было хорошо. Ну вот когда я училась, очень сложно было как-то организовать, смотивировать детей. Кто-то все-таки ленился, кто-то избегал, кто-то прогуливал. Вот сейчас как с этим обстоит дело? Есть все-таки такие граждане, которые могут не прийти, но наверняка все-таки больше тех, кто приходит. Больше тех, кто приходит. Не приходят, это буквально единицы. В основном все дети очень ответственно относятся к этому мероприятию и как-то любят свой город, стараются ему помочь в разных отношениях. Светлана Борисовна, ну что такое у вас за волонтерское движение в школе? Как давно оно вообще родилось и зародилось? Чем занимаетесь? Ну волонтерское, то есть добровольческое, этим сказано. То есть это действительно ребята, которые хотят заниматься, хотят помогать людям. Безвозмездно. Безвозмездно совершенно. На общественных началах. На общественных началах зародилось это движение в нашей школе в 2011 году. И сейчас у нас есть ученики, которые вот с 2011 года по всю пору входят в эти отряды. И вот Юлия Евгеньевна уже сказала про памятник. В этом году они меня водили. То есть на самом деле делали все они. Они уже все знают. А сколько народу-то сейчас примерно у вас в этом движении? Начинали, наверное, человек с десяти, а сейчас, наверное, из каждого класса, можно сказать, человек. Уже есть представители. Да, ну это для старшеклассников больше. Класса с восьмого, начиная вот так. Хотя и шестые классы к нам подтягивают. Ну это здорово, когда маленькие тоже принимают активную участие. А у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лилия. Лилия, очень приятно. Лилия, ну похвалитесь, где убирались 18 апреля? У себя в дворе. Ну и расскажите, что может посадили, что-то побелили, покрасили? Площадку детскую привели в порядок. Угу. Своими силами или кто-то помогал вам? Ну, соседи по дому. Угу. Хорошие у вас соседи? Неплохие. Ну это хорошо. Я так понимаю, хотите сегодня сходить на концерт? Да, хотел бы. Ну, давайте мы сейчас, если уж угадаете, сколько же фонтанов заработало в Самаре 18-го числа, будет вам подарок? Ну как вы думаете, сколько? Я думаю, 34. Ну это вы не думаете. Вы, наверное, где-нибудь либо прочитали, либо услышали, потому что такую цифру просто так не придумаешь. У вас где-нибудь неподалеку от дома или работы есть фонтан? Уже удалось погулять? Да, есть. Ну здорово, потому что в этом году очень много открылось впервые фонтанов, и я думаю, что кто-то, если будет как раз-таки сегодня, по-моему, понедельник выходной, да и дождь, а вот уже на этой неделе, если подсохнет, можно будет погулять, покататься. Отправляйтесь на концерт Волжского русского народного хора «Созвездие солистов», сегодня 18.30, филармония. Спасибо за звонок. Ну так мы сейчас спросим, собственно, у самих ребят. Уже вот есть выпускники, почти выпускники. Давайте выясним, вот, например, у Вячеслава. Вячеслав, ты как давно вообще в волонтерском движении? Что можешь сказать про тех ребят, которые с тобой рядышком? Ну, я могу сказать лично про себя, чем занимаемся. Давай, рассказывай. Мы проводим физкульт-минутки для малышей, приобщаем их к здоровому образу жизни. И как малыши на вас реагируют? Ну, позитивно. Вы знаете, когда, ну, вот уроки, это же довольно-таки скучно отсидеть 40 минут постоянно ребятам. Ну да, усидчивости не хватает малышам порой. Ну вот, а пять минут размяться, немножко попрыгать, им очень нравится, они, конечно, очень хорошо это воспринимают. Так, пяти минутки для малышей, что еще? Мы также, вот, ну, посвящены к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, читали нашим лучшеклассникам, читали им стихи Симонова, приобщали их вот к победе, объясняли им таким образом. А если вот, скажи так, на самом деле, малыши, которые пока не знают и еще даже не понимают, вот вы им объясняли, они для себя что-то новое открывали, вам это приятно? Ну, довольно-таки, да. Мы рассказываем. Ну, им родители много рассказывают, естественно, у каждого из нас есть ветеран, да, поэтому малыши осведомлены в основных моментах войны, что Сталинградская битва, они немножко это все знают. Ну, и, конечно, мы им рассказываем, объясняем, как это все было, вот. Ну, некоторые, именно Жукова, Сталин, конечно, не знают, мы им открываем это все. Им очень интересно довольно-таки. Кристина, ну, тебя вот, ты выпускница в этом году. Нет, не я. Десятый класс, да? Ну, все равно уже думаешь, да, наверняка, кем хочешь стать, когда вырастешь. Вот волонтерское движение, чем тебе помогает? Не мешает ли оно учебе? Может быть, оно много времени отнимает у тебя? Ну, нет, волонтерское движение, оно не отнимает много времени. Мне даже иногда приятно участвовать в этом, когда мы проходим, ходим и осведомляем людей о всяких наших акциях, раздаем какие-то листовки. И, мне кажется, даже, когда люди видят школьников, раздающих листовки, это тоже приятно. А что за листовки раздаете? Ну, как вредит, допустим, вредят наркотики человеку. Один раз у нас проходила акция, мы меняли конфеты на сигарету, и многие захотели поменять конфету на сигарету, и это всех порадовало. Особенно нас, когда мы выкидывали огромнейшие мешки с этими сигаретами в урну. То есть, в принципе, все активно... Из вашего класса много народу старшеклассников? Вот, Вячеслав, своего класса, сколько тебя поддерживает одноклассников? Ну, человек пять сейчас не очень много. Ну, когда масштабные мероприятия, если что-то раздавать, то, конечно, может и весь класс выйти поддержать. Потому что, ну, у нас никто особо в стороне, если вот такой масштабный, не остается. Но активистов у нас вот человек пять-шесть вот может там берется. Ну, и сейчас очень напряженно. Хотела спросить у самого директора, то как эти ребята, они вот действительно, им это помогает в учебе? Они как-то вот, не знаю, ну, не золотой фонд школы, но почему бы и не назвать их так? Да, они в какой-то можно умеет их назвать золотым фондом, и в учебе это помогает. Они становятся более усидчивые, более внимательными не только к себе, но и к окружающему, то, что их относится. К своим друзьям, младшим. Наверное, это очень вот много значит, то, что они ходят именно к маленьким детям, и такая вот у них взаимовыручка потом происходит. И младшие дети учатся на опыте старших детей. А кто акцию вот придумывает в основном все вот эти вот? Сами ребята или вы все-таки тоже как-то помогаете? Ну, и не, как бы есть внутришкольные, которые мы с ребятами, у них все равно фантазия лучше. Есть какие-то общегородские, таких очень много. Вот сейчас чем заняты, например, в Дармане? Сейчас, конечно, приоритет это 70 лет победы. Встречаетесь, да, ездите в гости, помогаете. К ветеранам и в гости, и помощь, и по дому, и вот на придомовой территории. Это безусловный приоритет. На конкурсе не хотите рассказать? Давайте, что за конкурс? У нас много конкурсов к 70-летию. И дети наши как раз вот группы волонтеров на сайте участвуют. Это был фронтом. Там очень много выкладок участвует. Проект такой у нас идет. В школе у нас мы сделали стену памяти, где каждый ученик приносил свою фотографию, рассказывал о своем прадедушке, ну или дедушке, у кого как получалось. Потому что сначала это было мало народу. Сейчас даже учителя подтянулись к этому мероприятию. Там огромная стена. Тем более, что у нас в пятницу прошло открытие мемориальной доски боя на афганцу. Даже когда афганцы пришли, они были поражены, у нас все завешено. И даже говорят, можно мы здесь постоим рядом с нашими. Ну а дети-то читают это все? Дети читают, конечно. Они сначала все это пишут, потом читают. Потом у нас даже маленькие детки ходят туда специально на экскурсии, чтобы показать, чтобы не бесело это просто так, чтобы дети пришли, посмотрели, какие у них корни, что их связывает, что будет дальше. А сейчас, в данный момент, у нас в школе идет конкурс военной песни. Вот мы здесь вот у вас, а там у нас дети все поют. Мы сейчас вас отпустим, поедете совсем скоро, уже к финалу-то, может быть, успеете. Друзья, ну 80-я школа, видите, тоже молодцы, волонтерское движение у них есть. И убираются-то они хорошо, и к ветеранам ходят, они даже фотографии принесли, мы их обязательно посмотрим. Сейчас же предлагаю еще посмотреть один сюжет об учениках школы 144, чем они занимаются, как они убираются, и кому они помогают. И потом вернемся в студию. Здравствуйте, мы волонтеры из 144-й школы, и мы пришли вас поздравить с Днем Победы, с великим праздником. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Визит волонтеров из 144-й школы стал для Нины Герасимовны Ланченковой приятным сюрпризом. Она из тех, кто ковал победу в тылу. С 16 лет юная девушка стояла у станка и делала подшипники для танков и самолетов. Сегодня вспоминает, трудились круглыми сутками, времени на отдых едва хватало. Ремень падает и падает со станка. Он падал и по ногам мне. Он как снимется, как по ногам холостанет. И все, я его поднимаю, одеваю на шлейф. Вот, продолжаем дальше работу. Убраться во дворе ветерана войны – особая честь, говорят ребят. Ученики 144-й школы старательно подметают дорожки и выносят мусор с газонов. Яркая форма и энтузиазм – визитная карточка школьников. Денис Галаев – субботники и общественные акции предпочитают скучному сидению за партой. Уверен, в коллективе любая работа в радость. Здесь друзья, мы убираемся, помогаем ветеранам. Ведь когда-то они нам помогали, без них бы не было и нас. Поэтому это наш долг. Желающих навести во дворе ветеранов марафет оказалось немало. К школьникам охотно присоединились местные жители. Инвентарь был на расхват. Паше чуть меньше двух лет. Пока даже непонятно, он держит метлу или держится за нее. Но мама Паши Мария, глядя на хозяйственного сына, только радуется. Говорит, от субботников одни плюсы. Хочется, чтобы детки бегали, играли, им было приятно, весело, полезно для здоровья, фигуры и прочих радостей. Убираться в районе школьники будут до конца месяца. Дворам, где живут ветераны, особое внимание. 18 апреля ребята планируют выйти на общегородской субботник. Месячник по благоустройству продолжается. И в ближайшее время, как раз-таки, вот выходные, которые грядут, 25 апреля, говорят, выйдут многие волонтерские организации, в том числе на субботнике. Я думаю, что будет еще чище в нашем городе. В гостях у нас сегодня школа номер 80. И я думаю, что сейчас самое время как раз-таки ваши яркие, красивые фото посмотреть, которые вы принесли к эфиру. Потому что рассказывать это одно, а показывать все-таки хочется. Ну, кто возьмет слово? Каждый может что-нибудь добавлять. Это Кристина, наверное, нам расскажет. У нас в этом году организовалась новая команда, команда КВН, куда тоже вошли наши волонтеры. Они пробовали, проба пера у них была. Это вот у нас отряд волонтеров, но с экологической направленностью. И вот их ответственной Екатерина Владимировна, которая вместе с ними участвует тоже в различных мероприятиях. Это у нас маленькие детки, ездят на различные экскурсии. В данном случае они в паровозном депо. Вот смотрят паровозики. Для общего развития. Для общего, а как же, да. Это вот опять же наши волонтеры за здоровый образ жизни. Вот они такие небольшие открытые мероприятия дают для маленьких детишечек. На этом тоже была фотография. Мы обязательно продолжим сейчас смотреть фотографии. Телефон прямого эфира 202-11-22. И давайте сейчас, я думаю, продолжим смотреть фотографии школы номер 80. Фото, пожалуйста, нам дайте. Мы посмотрим еще продолжение. Потому что фотографий много. Хочется посмотреть все. Вот здоровый образ жизни выяснили. Я видела, да, когда готовила эфира, что у вас там всякие и открытые уроки. Да, это вот тоже. Такие вот акции делаем волонтерские. Против выхлопных газов. Это вот тоже команда КВН у нас. Но с юидовцами они вместе выступали. Ну, это вот к преддверию 70-летия, посещение музеев. Детьми происходит разное блудроство и совершенно разные музеи. А это у нас отряд милосердия. Вот Виктория Борисовна, наверное, лучше расскажет. Это перед Новым годом. Ну, то есть, в общем-то, инициатором был город. Он как бы предложил посетить детский дом, дом малютки. Вот. И я вот сама была удивлена тем, насколько у меня оказались отзывчивые ребята и в классе, и в отряде. У нас очень недалеко от школы дом ребенка, дом малютки. Мы всей школы, буквально всей школы собирали подарки. То есть все, что необходимо, мы сначала узнали. То есть там по списку строго то, что нужно. В основном это предметы гигиены. Во-первых, нас поразил сам дом малютки. Очень красивый, очень обихоженный. Люди просто работают, изумительные. А это вы где? Это было одинаково полезно им и нам. Сажали деревья? Да, да, деревья сажали. Что мы сажаем? Сажаем в леса. Вот, пожалуйста, у вас, я так понимаю, раздача каких-то листовок. Да, но здесь наши волонтеры, они в разных отношениях. Они не только же на улице, вот, люди. Как раз, по-моему, меняют сигарет на конфеты, вот, фотография. Они и в школе тоже у нас работают между нашими детьми, ведут такую же пропаганду. А это мы осенью вручали антинаркотическое благо. А это вот, читаем о войне, вот идут акции, старшие дети читают. Вот КВН-чки, как первое, да? Да, это КВН-чки. Как команда ваш называется? Команда КВН-фильм. Мы прошли в полуфинал, и с полуфинала мы слетели как-то. И так как мы новая команда, первый год всего лишь играем. И при открытии года. Да, мы взяли открытие года на фестивале. Стали первой. Именно школьной лиги, да? Да, юниор-лига КВН, да. Слушай, молодцы. Для, как говорится, для старта это очень... Вот это вот уроки, которые они проводят для детей. То есть они разные совершенно направленности. А гид-бригады? Да, а гид-бригады. По-моему, это наш хор, да, который поет. Вот у нас маленькие детки начали петь в хоре. Вот у нас такое новое большое направление. И выступают на разных мероприятиях. То есть, ну, пытаются, по крайней мере... Ну, в принципе, так вот, смотрят на фотографии. Это наши, и уедовцы тоже, они с агид-бригадами выступают. И на районе, и с маленьким деткам тоже все это рассказывают. Учат их, как правильно переходить дорогу. Что у вас ожидается, вы сказали, в середине мая? В середине мая у нас большой концерт. Но он уже пройдет после 9 мая, 15-го. Вот мы будем приглашать ветеранов наших, которые вот рядом с нами живут, которые приходят к нам. Над которыми шерст, да? Да, над которыми у нас шерст, к которым мы ходим. Здесь вот подальше фотография, куда находят наши дети. Не только их поздравлять. Вот вручали медали к 70-летию пообеду. Ну, и разные их просьбы выполняют. И вот такой концерт большой мы делаем на конец года. У нас не заканчивается месячник 9 мая, он у нас продолжается дальше. Да, целый год у нас такой праздничный юбилейный. То есть такой вот юбилейный год. И вот 15-го числа мы всех приглашаем. Может все к нам прийти в школу на большой концерт. Ну что, спасибо вам большое, что пришли на эфир. Вам, друзья, искренне также желаю оставаться с нами здесь. Универсальный формат продолжается. Совсем скоро у нас также в ближайшие выходные будет открытие велосезона. И замечательный клуб «Вело Самара», которому уже 12-й год, я думаю, как раз таки расскажет о том, чем они занимались на субботнике. Что интересного ожидается у них в открытии сезона. Еще же предлагаю посмотреть небольшой сюжет архивный прошлого года. Как весело, задорно и забавно открывался сезон «Вело». Ну, а затем вернемся в студию и будем знакомиться уже со следующими нашими гостями. Любители здорового образа жизни Самарской области в ожидании нового велосипедного сезона. В этом году организаторы одного из самых массовых физкультурных движений подготовили для участников череду соревнований. Традиционные веломарафоны и биатлоны, а также новинки. Кубок по кросс-кантри и многодневная гонка. Клуб не просто там для себя покатались и разошлись, а именно направлен на развитие города, говорится, профессионального в своей части касаемо велосипедного движения. То есть это развитие велодорожек, это пропаганда безопасности дорожного движения, это создание различных велоцентров. На днях вступили в силу новые правила. Теперь водители обязаны уступать дорогу велосипедистам на перекрестках, а байкеры должны ездить только по велодорожкам. Летом велосипедистов ждет отдельная полоса для движения по московскому шоссе от самолета до мехзавода. Надеются байкеры, что их улицами станут Советская армия, Новосадовая, Гагарина, Победа, проспект Кирова, все Московское и Южное шоссе и далее трасса в сторону Новокуйбышевска. Но пока дорожек нет, их путь лежит по тротуару. Поставил велосипедистов не опасно, но, к сожалению, культура нашего общения автомобилистов на дороге, вот это опасно. На Самарский старт приехали велосипедисты со всей губернии, всего 600 человек, из райцентров и крупных городов. Так в Чапаевске велосезон откроется в конце апреля. В областной столице иногородние физкультурники обкатывают свои байки. Перекрыть, я думаю, массовость не удастся, которая была в том году, потому что 10 лет велоклубу, велосамара была. Но прекрасная погода и отличное настроение гарантировано. Первая дистанция в этом году велосипедистам знакома дорога, прокачанная десятилетием. По Новосадовой за город до Курумыча. Там физкультурников ждала культурно-массовая программа. Волейбол, творческие конкурсы и концерт. Это «Универсальный формат». С вами Юлия Черняева. Телефон прямого эфира 202-11-22. Сейчас предлагаю разыграть билеты в кино, в кино «Вертикаль». Лучший зал, лучший звук. И вопрос мой достаточно простой. Мы сейчас увидим один кадр из одного мультика. Я надеюсь, мультик вы назовете, но это, казалось бы, очень простое занятие, очень простое задание. Хотелось бы, наверное, услышать ту самую известную сакраментальную фразу почтальона Печкина. Почему же как раз-таки он-то был такой злой? Если вы знаете почему, звоните 202-11-22 и билеты в кино ваши. Я же представляю наших гостей. Это директор спортивно-туристического клуба «Велосамара» Роман Еремкин. Рома, добрый день. Участница спортивно-туристического клуба «Велосамара» Екатерина Головкина. Здравствуйте. И ученик, внимание, школы высшего спортивного мастерства номер два по велосипедному спорту Паша Кедрин. Добрый день. Ну что, Ром, расскажи, что интересного ожидается в этом году, когда стартуете, когда открываетесь? Ну, в этом году решили попробовать чуть позже начать открытие, посмотреть на то, сколько это количество выйдет. 25 апреля также с площадью Кубышева колонна стартует полдесятого утра и уходит на Курумыч. Единственное, то, что, наверное, хотелось бы предупредить водителя, то, что в эту субботу лучше поспать подольше, чтобы мы спокойно проехали, и было всем попроще. То есть лучше оставить автомобиль дома и присоединиться к вашей колонне. Да. Понятно. А куда двигаетесь, если в сторону Курумыча, где остановка у вас? Как и всегда, в Сосновом бару около железнодорожной станции Курумыч. То есть вы там будете опять лагерем стоять два дня? Да. Нет, почему? Зачем? Нет, весь день там, то есть конкурсы, эстафеты, мероприятия, соревнования. Понятно. Катерина, уже все обкатали первый раз, когда вы ходили? Уже неделю-две, наверное, как бы каталась, и почти каждый день на велосипеде готовы. У нас тут на телеканале растут и растут, я думаю, не без помощи, Рома тоже множество количеств велосипедов на нашей территории. Катерина, вот девочки на велосипеде, я знаю, что у вас тоже есть какие-то там встречи девчонок на великах. Будет ли в этом году что-то? Да, конечно. Велодевичники они называются. Велодевичники обязательно. Будем красивые в платьицах, на каблуках. Это всегда меня так удивляет, в платьицах, на каблуках и на велосипеде. Очень удобно. Очень удобно. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгения. Евгения, ну рассказывайте, где вы убирались в эту субботу? В квартире. Нет, это понятно. А вот если на улице где-нибудь удалось вам поубираться в этом апреле? Вот врать не буду, не удалось. Ну вы расстроились или наоборот хорошо вам от этого? Я не обрадовалась. Понятно. Ну в квартире, я так понимаю, много чего ненужного вынесли? Да, да. Ну понятно. Ладно, ну что, давайте смотреть на кадры из мультфильма. Что за мультфильм там, кстати, мы загадали? Да, Дефедор. Калькул про Сокашину. Да вот что-то, ни одно название-то неправильное вы назвали. Может, подумайте еще? Зато я знаю, почему он злой был. Ну вы прям сегодня пооборот меня взяли. Но почему тогда был почтальон Печкин злой? Потому что у него не было велосипеда. Ну правильно, это Троицпостоквашина. Спасибо большое вам за звонок. Ну вот злые, потому что нет велосипедов. Наверное, может быть, в этом вся проблема нашего общества? Может быть. Может быть. Паш, ну ты как самый юный наш участник сегодняшнего эфира, скажи, когда у тебя появился первый велосипед? Давно. Я очень давно катаюсь велосипедом. Всю жизнь на велосипеде. Ну да. Первый велосипед, наверное. Может, лет в шесть или в семь. Сейчас у тебя какой уже по счету велик, так скажем? Два сейчас. Два у тебя даже? То есть ты выбираешь, на каком покататься? Ну да, один байк, другой шоссейный велосипед. Ну то есть собираешься на открытие велосезона? Да. Для тебя дистанция вот эта вот, наверное, ничего не значит? Нет. Так, потому что... Когда-то подумают до Курумча доехать практически что-то. Вот. Скажи, вот ты занимаешься в школе высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту. Что вы там делаете? Что интересного у вас там происходит? Тренируемся вот. Летом выезжаем на карьер. Там ездим. А с какого возраста в школу принимают, не знаешь? Курум, ты не знаешь такую информацию? Там вот мы... Первый заезд, наверное, открытый был, в том числе там как раз первые новобранцы были. Это, по-моему, 1 марта был как раз, еще снег не сошел. Были, по-моему, самые младшие категории. Это, по-моему, лет 6-7. Совсем такие маленькие, юные ребята. Я, кстати, вот нашла фотографию школы, как вообще ребята ездили совсем недавно, по-моему, в прошлом или позапрошлом году на многодневные катушки такие. Давайте посмотрим, и на самом деле вы увидите, насколько массовые это, в общем-то, заезды. Мы видим их в кадре сейчас. Ром, а чему учат в школе? Ты не знаешь вообще? Чего? Сидеть на велосипеде? Нет, вот именно, что сидеть на велосипеде, это тоже, там же правильная техника, скажем так, если выразиться, правильная техника педалирования, правильная посадка. То есть вхождение в повороты, то есть распределение своей энергии на всю дистанцию, потому что там есть критерии, есть напарные гонки, то есть там гонки в горы, то есть ты должен рассчитать. То есть теория и практика? Да, да. Но в основном все уходит в практику, потому что здесь, говорится, вырабатывается выносливость, и вот единственное, вот с этим у нас проблема, то, что проводить какие-то мероприятия пока особо негде, ну, то есть частые тренировки. Вот все-таки ожидаем, что велотрек появится, потому что тогда... Да все его ждут, везде ждут. И велодорожки все ждут. И велодорожки ждут, мы ждем велодорожки, дорогие наши, кто нас слышит и кто этими дорожками занимается, мы ждем. Поэтому очень надеемся на то, что как бы это все в нашем городе совсем скоро появится. Да, при том грамотно, потому что одно дело просто нарисовать, а другое дело грамотно проложить. Вот с этим у нас сложнее. Ну, я думаю, что найдутся знающие умные люди, которые все-таки воплотят эти невероятные мечты в жизнь. Ну вот скажи, пожалуйста, сейчас многие пересаживаются на велосипеды, уж я не знаю, кризис ли в этом виноват, или родение за здоровый образ жизни. Вот скажи, как бы, не знаю, стоит ли людям добираться на работу на велосипеде? Это не вредно ли дышать этими, допустим, газами? Одно дело вечером на набережной покататься, а другое дело добираться на работу и с работы. Нет, ну в любом случае, там, что пешком, что на машине, что ты все равно дышишь этим воздухом, который есть. Здесь уже вопрос стоит о времени, которое ты затрачуешь. То есть вот учитывая, что у нас там сейчас перекрытие и начнутся ремонты дорог, то вот как раз, даже не учитывая то, что там цены на велосипеды поднелись, некоторые люди все равно начинают пересаживаться на велосипеды. До работы здесь вот два варианта. То есть либо ты, ну, в спокойном режиме доезжаешь до работы и, соответственно, ты не успотевший, не уставший. Вот. И второй вариант, это, ну, самое замечательное, возможность, если у тебя на работе есть душ. То есть ты приехал, принял душ, да, переоделся и спокойно сидишь и работаешь. То есть у тебя и утренняя зарядка есть, как бы тот же самый фитнес. И, собственно, так же вечером ты либо сразу поехал на велосипед домой, либо уже с друзьями там за Волгу успел съездить. Ну, и для меня это страшные пока вещи, съездить на велосипеде за Волгу. Ну, ничего, друзья, будем стараться, будем крутить педали. Катя, вы в субботнике участвовали? Да, участвовала. А Велосамара тоже участвовала. Где убирались, рассказывайте? Мы убирались в парке шестилетия, в шестидесятилетие Победы. У нас есть фотографии. Салютки власть. Что там делали, рассказывайте. Я листочки собирала с асфальта. Ну, вот эти мы видим. Сколько человек пришло? Ой, там получилось где-то около 70 человек. На весь парк? Да, на весь парк. Но это уже, считай, второй день. В первый день там зеленая лига и еще прозвольцы. Местные жители приезжали, убирались. Вот там Сергей Семак сам был. А второй день вот мы, Велосамара, в том числе, вот ученики школы высшего спортивного мастерства номер два. Потом друзья, которые в прошлом году присоединились к нам. Это Волжский тур доброй воли. То есть их тоже там было несколько десятков человек. То есть у вас такая хорошая компания собралась? Да, да, да. Единственное, что вот, то есть, ну, заметно, что мусор есть, и он прибавляется. И, ну, там, как говорится, есть две такие точки, где он его каждый год складирует. Это вот гаражники, которые, ну, они незаконные, они под лоб там стоят, и они вот этот мусор выкидывают в парк. Вот. И еще внизу, около, там, получается, Алматинской Старозагоры, там есть стоянка, и вот за ее забором куча мусора. То есть мы вчера, ну да, вчера, получается, туда проезжали с представителями администрации Кировского района, то есть все это зафиксировали, и будет, говорится, административный протокол на это оставлено. Ну, конечно, такое безнаказанное нельзя оставлять. Вот. И, ну, вот сколько штрафую, не штрафую, как бы ситуация, честно говоря, пока не особо меняется. Ну, это надо кому-то взять на особый контроль в этот момент. Друзья, ну, 202-11-22, телефон прямого эфира. Будете ли вы в этом году открывать велосезон вместе с Велосамарой? Собираетесь ли на площадь 25-го, половина десятого? Звоните нам, расскажите о своих, может быть, проблемах, как велосипедист, что, может быть, хотите пожелать, либо посоветовать. Ну, а помимо велосипедов, очень многие сейчас увлекаются и тем, что делают город чище и красивее. Вот как красивее его делает молодежь, мы сейчас посмотрим сюжет, а потом вернемся в студию. Больше тысячи баллончиков с краской и 180 квадратных метров свободного полотна. Было бы желание творить. А желание есть. И с темой определились победы в Великой Отечественной войне. Танки, георгиевские ленты, солдаты с детьми в образах и символах художников-граффитистов никто не ограничивал. Достаточно близко. Дедушка воевал. Но вообще тематика хорошая. 70-летие победы. Да и, в принципе, независимо, мне кажется, от юбилея, стоит помнить об этом. Это очень важное событие для нас всех. И жителей города, и жителей региона. На большой площади очень хорошо, что такая достаточно большая площадка. Очень много хороших ребят, которые рисуют. Конкурс граффити решили провести в администрации Кировского района Самары. Пригласили 8 команд художников, утвердили эскизы. Длинный забор вдоль Московского шоссе от проспекта Кирова и дальше из серого и неприметного превратится в яркий и запоминающийся своеобразный вернисаж прямо посреди улицы. Эти ребята как раз и показывают своим примером, что нужно этим заниматься легализованно и на тех заборах именно, которые разрешение. И рисовать, ну, если можешь так сказать, не все, что попало, да, и придет тебе в голову. А действительно художество на радость нашим людям. И которое будет украшать наш любимый район, наш любимый город. Итоги конкурса граффити подведут 29 апреля. Победители получат призы. Но сами художники говорят, лучший подарок – возможность рисовать. И с ребятами из этой команды уже заключен договор на создание уличных картин к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в Самаре в 2018 году. Конечно, убедительная просьба ко всем тем, кто проходит мимо этих граффити и каких-либо-то ни было рисунков в нашем городе. Ну, не рисуйте, пожалуйста, там ничего. Ну, постарайтесь сохранить эту красоту в таком виде, в котором она есть, в котором она будет еще появляться на улицах нашего города. Вот Рома сказал, видел живьем, да? Да. Как? Тебе нравится? Ну, то есть, в Схантаз, новость-то я уже узнал позже о том, что проводят инкурс, но когда мимо на велосипеде приезжал, то есть, с краем глаза, да, зацепило. Ну, это гораздо лучше, чем серый забор и гораздо, в Схантаз, тех, которые просто там нарисуют для себя какие-то свои подписи, надписи, то, что, типа, они обозначат свою территорию. А вот это реально хорошее, красивое украшение города. Ну, здорово. Ожидаете ли в Велосамаре что-то ко дню Победы? Ну, Схантаз проезжает там куда-то... Автопробег устраивает, а велопробег? Ну, это автопробег, да, потому что здесь... Ну, мы в этом автопробеге участвуем, то есть, пассажирами, потому что уходим в дальние края области, это как раз ветеранам глубинка заботы и внимания, потому что до них обычно... Ну, да, на велосипеде сложновато. Ну, и на велосипеде сложновато, да и, честно говоря, администрация районов редко до них добирается. Вот. Это будет 10 мая. А мы, собственно, ну, мы немного так решили поддержать эту тему, то есть, во-первых, каждый из нас, говорится, в душе помнит и понимает, и чтит память тех, говорится, кто позволил нам жить сейчас, в мире спокойствия. Вот. А так, желающие попробуют, да, там, кто-то, может, удастся сделать велосипед, который использовался в военное время, то есть, кто-то попробует воссоздать, как выглядели велосипедисты в то время. То есть, это вот на открытие велосезона? Да, на открытие. То есть, будет какое-то такое интересное действие у вас? Да. Ну, там, то есть, не вот там постановка какая-то будет, а именно сами участники уже там, кто по желанию, то есть, оденутся в то, что они считают, так сказать, нужным под этот проект. Вот. Но у нас самое интересное, что эта дата еще не только вот 70-летие, да, и в Великой Отечественной войне, такая значимая. А мы, то есть, покопались в историю, еще оказалось, что 130 лет назад появилось первое велосообщество в Самаре. Да, серьезно? Да. А откуда вы узнали об этом? Ну, собственно, история архива. А как так вот? То есть, кто-то наткнулся на какую-то дату? Ну, все равно, то есть, периодически пытаются где-то копаться, найти. То есть, ну, мы все знаем, что Кубышева была раньше кузница велоспорта, а это копнули чуть дальше, и вот наткнулся на то, что в 1895 году было зарегистрировано первое велосообщество. Ух ты! Вот так вот! Оказывается, вот кто начинал у нас в Кубышеве, в Самаре, а кто продолжает. Сколько сегодня, как ни знаете, у вас участников велосомары? Очень много. Ну, очень много. Очень много. Сколько, Ром, ты ведешь какую-то статистику? Ну, тяжело вести статистику, потому что, если смотреть чисто по форуму, то там больше 10 тысяч человек. Вот. Но многие на форум заходят просто почитать, не регистрируются. И знают о велосомаре. То есть, поэтому здесь, я думаю, что в несколько десятков тысяч получится велосипедистов. Так, всех велосипедистов активно призываем принять активное участие в открытии велосезона «Велосомара». Приглашает 25-го, в 9.30 уже колонну отправляют. Соответственно, во сколько надо быть на Кубышева? Ну, уже желательно все-таки к 9.30, да. К 9.30. Паш, я тебя хотела попросить. Ты у нас самый юный сегодня участник нашего эфира и юный участник дорожного движения в том числе. К сожалению, попадаются не очень веселые новости о том, что так или иначе дети страдают у нас. И ты, как, может быть, профессионал уже был у нас в эфире и давно катаешься. Чего хочешь пожелать? Вот камера напротив тебя. Чего хочешь сказать всем тем, кто тоже твоего возраста, ну, может быть, немного безответственнее? Ну, чтобы аккуратнее ездили на дорогах, смотрели, соблюдали правила дорожного движения. Ну, а ты вот самые главные для себя правила какие выдвинул для себя, для своей жизни именно на велосипеде? Спешиваешься ли ты на пешеходном переходе? Да. Это почему так важно? Знаешь? Ну, когда ты спешиваешься на пешеходном переходе, если машина летит на красный, ну, то есть ты идешь и как бы остановился, а если ты едешь на велосипеде, можно не успеть остановиться. Тоже вариант. Свето-возвращающие элементы велодетям вы как раздаете? Ну, у нас обычно здесь с этим проще, потому что родители понимают всю эту ситуацию, то есть они фонари, есть свето-возвращающие ленты, а так вот, если брать ленту, да, ткань, то там почти, по-моему, в любом ткани в магазине есть, которые свето-возвращающие полосы, которые можно пришить на любую куртку, любую форму одежды. Ну, это важно, потому что очень многие, как бы, я так вот смотрю краем глаза, иногда вечером едут детки, не видно вообще, просто слышно, что что-то там как-то, и у многих даже нет никаких сигналов и никаких их звоночек. Да, иногда даже и сигналы не попадают. Меня вот на днях поцеловал грузовик китайский на светофоре. Я на красно остановился, а он думал, что я буду проскакивать и нарушать. То есть не ожидал от тебя, что ты ответственный и правила дорожного движения знаешь. Да. Ну, что искренне вам желаю хорошей погоды 25-го, и чтобы никаких травм, никаких случаев неприятных не было, на ваши открытия. Но вам, друзья, искренне желаю также жить в чистой Самаре, заниматься здоровым образом жизни. И, собственно, как-то хорошо и весело встречать эту весну. До встречи.